В октябре Магнитогорский Металлург набирает очки в четырех матчах подряд, но пока чередует победы с поражениями. После яркого выигрыша в Уфе команда на домашнем льду встретилась с Адмиралом. Несмотря на провальный старт, 0-2 уже к исходу девятой минуты, хозяева сумели забросить три шайбы и вышли вперед, но преимущество не удержали и уступили в овертайме. Об игре полный контрастов. Наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Одна из главных проблем Металлурга в этом сезоне – команде не удается сыграть ровно на протяжении всего матча, и яркие отрезки почти неизменно чередуются с провальными. В этот раз провал случился в самом дебюте. Сначала гостям удалась быстрая контратака, и Александр Мерезкин в борьбе с новичком магнитогорцев Андреем Нестрашилом нанес бросок, который оказался неразрешимой задачей для Василия Кошечкина. Вскоре гости получили право сыграть в большинстве, и Мартину Бакошу откровенно повезло. После его броска шайба попала в защитника хозяев Ивана Верещагина и отскочила в ворота. Но это лишь завело игроков Металлурга, и остаток периода прошел с их заметным преимуществом. Так что первый ответный гол стал логичным исходом планомерного давления на ворота. Снова, уже в четвертом матче подряд, сработала связка Денис Паршин-Сергей Мазякин. Капитан Магниткин набрал уже пятый очко в октябре, а Нестрашил заработал свой первый ассистентский балл. Соперник хорош тем, что реализует свои моменты. У них было два момента за период, и один раз в большинстве забили гол, один раз на контратаке. Но удалось улучшить, наверное, то, что стали быстрее двигаться, больше выигрывать борьбу. В начале второго периода счет сравнялся. Богдан Патехин отличным проходом начал голевую комбинацию, Денис Расмуссен нанес бросок, а Брэндон Козун здорово сыграл на добивании. Хозяева не сбавили оборотов, втрое перебросали соперника в этом отрезке, 12-4, и на экваторе 20-минутки сумели выйти вперед. Роскошным диагональным пасом Сергей Мазякин нашел выскочившего со скамейки запасных Ивана Верещагина, тот бросил с кистей, а на пятачке мастерски подставил клюшку Денис Паршин. 3-2. Но преимущество хозяева не удержали. В начале третьего периода Богдан Патехин отправился на скамейку штрафников, и Константин Глазачев, совершив стремительный проход, поочередно оставил неудел и оборону Металурга, и Кошечкина. В оставшееся время хозяева трижды играли в большинстве, но выглядели неубедительно. Встреча перешла в овертайм, который пробился меньше минуты. Маркус Юнг мощным дальним выстрелом пробил вратаря и установил окончательный счет. 3-4. Металург уступил, впервые в сезоне пропустив более трех шайб. Тем не менее, магнитогорцы набрали очки в четвертом матче подряд. Впереди у команды выездные игры с Северсталью, Московским Динамо и ХК Сочи. Ближайшую прямую трансляцию из Череповца смотрите в нашем эфире в субботу, 12 октября в 19 часов 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИ. Продолжение следует...